Как убивали Золотова? Посмотрите на фотографию и вы увидите не просто синяки, не просто следы, причем сильные следы, вокруг глаза, висок синий, на скуле был кровоподтек, видимо, значительный, на фотографии это уже меньше видно, еще смотрим мы на висок. А на виске, если вы смотрите прямо почти от уха и по всему лбу до середины лба, у него идет шов, что ему скальпель снимали что ли, что это, кто сделал из Виктора Золотова сочную отбивную, ведь он обещал сделать эту сочную отбивную как раз из Навального и вдруг его самого превратили в сочную отбивную. У меня есть несколько роликов на эту тему, посмотрите, где я говорю о том, что Виктор Золотов исчез, он не дождался сатисфакции, он просто исчез и его не было, две недели он нигде не появлялся. А это значит, что именно в это время ему таки предоставили сатисфакцию со стороны Навального. И я думаю, что Виктор Золотов был удовлетворен, судя по его внешнему виду, по рассеченной коже на голове, а это серьезная травма. Как вы видите, даже бритый висок и зашитая голова, то избили его слишком серьезно. И поэтому именно Виктор Золотов исчез на две недели. И как я говорила в своем ролике, он никуда не выходил якобы из своего кабинета. Он якобы никого не принимал в течение этих двух недель, даже своих замов. И как я сказала в своих роликах, что кто-то Виктора Золотова слишком сильно и серьезно подставил. Просто очень сильно подставили. И ясно было, что сам Виктор Золотов никогда не пойдет на публичное выступление, но он другого характера человек. Это закрытый человек. Об этом тоже я говорила в первом своем ролике о сатисфакции, где Виктор Золотов требовал сатисфакцию. И также я сказала, что за Алексеем-то Навальным стоит ФСБ. Ведь вы должны понимать, друзья, и хорошо осознавать материалы, которые выкладывает Алексей Навальный. Это материалы, раздобытые профессионалами, откопанные профессионалами. Ну, конечно, Алексей Навальный говорит о том, что их можно и там-то, и там-то посмотреть в реестрах. Да, все можно. Надо только знать имя. И надо знать номерочек, кого смотреть. Вот, допустим, он приводил в пример сына прокурора страны Чайки. И он говорит, что вот эта собственность, а вот она под таким-то, каким-то цифровым и буквенным обозначением. И это сын Чайки, хотя там не стоит имя сына Чайки. И также от других. Вы же знаете, да, что если ты не знаешь, что в реестре обозначен сын Чайки вот таким кодом, то, естественно, ты не сможешь даже посмотреть, какая за ним стоит собственность. И так Виктор Золотов получил сатисфакцию. И президент все это время молчал. То есть со стороны президента, когда в стране завязалась такая буря, и вдруг президент наш делает вид, что ничего не происходит, что президент живет на одной стороне Луны, а Виктор Золотов на другой стороне Луны. Но такая была ситуация, что президент просто молчал. И вот через какое-то время все-таки приняли решение по Виктору Золотову. А когда приняли решение, соответственно, уже начались и дальнейшие шаги. Я коротко напомню, с чего все это начиналось. В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о миллиардных потерях для российского бюджета при закупках продуктов питания для бойцов Росгвардии. Фонд Алексей Навального утверждал, что после вступления в силу распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, согласно которому единственным поставщиком продовольствия для ведомства Виктора Золотова, становится компания «Дружба народов». Стоимость продуктов подскочила в разы. По данным ФБК, данное предприятие аффилировано как с самим Медведевым, так и с главой Росгвардии Виктором Золотовым. И, конечно, такое резонансное заявление Алексея Навального, оно не осталось без внимания. И прокурор России Валерий Петров поручил проверить закупку Росгвардии. Кроме того, по данным источников ПАСМИ, сложившаяся ситуация вызвала серьезное недовольство в Кремле. Но недовольство, понятно, вообще выступлением Виктора Золотова, что он засветился. С глупейшим выступлением и вообще с глупыми, абсолютно глупыми речами. Да, он не понимает в политике, и это было все ясно. Да, конечно, его подставили. Виктора Золотова подставили свои собственные замы, те, кто очень умный был рядом с ним. И понятно, что таких замов нельзя было оставлять, таких замов нужно наказывать. Кто подсунул такую горькую пилюлю Виктору Золотову? Кто ему дал возможность бросить перчатку вызова Алексею Навальному? Президент России Владимир Путин долго молчал и, наконец-то, он разрешился хоть каким-то решением по данному вопросу. А именно, он ничего не нашел лучшего, как оставить Виктора Золотова, оставить на его рабочем месте, на посту и дать ему нового заместителя. То есть того зама, кто советовал Виктору Золотову требовать прилюдно в эфире сатисфакции от Навального, такого заместителя, конечно, уволили. Что с ним стало, мы не знаем, но, думаю, ничего хорошего. Потому что потом эту сатисфакцию, я говорю, Виктору Золотову пришлось испытать на себе лично. Он не оправдал тех надежд, которые возлагались на него. А я говорила в роликах, что на Виктора Золотова возлагались большие надежды. Большие надежды в подвижках в Кремле. И, конечно, он их всех подвел абсолютно неадекватным шагом, неадекватном смысле власти, политики и силовых применений. Итак, президент, оставив Виктора Золотова на своем посту, он дает ему нового заместителя. Того, кто разбирается в политике, потому что Виктор Золотов не разбирается, он это признал. И поэтому ему дали того, кто разбирается в политике. Дали, видимо, руку, которая будет направлять Виктора Золотова. И каждый шаг Виктора Золотова будет сверяться с этой самой сильной рукой. Источники подчеркивают, что функции нового заместителя Золотова не ограничатся тем, что он будет ограждать начальника от политически неверных шагов и беречь репутацию национальной гвардии. Дело в том, что российский президент планирует существенно расширить полномочия Росгвардии. И это назначение станет первым шагом в реализации этого плана. Одной из причин реформирования ведомства Золотова также стало желание президента ликвидировать серьезный перекос в распределении полномочиями между силовиками в пользу как раз ФСБ. Кроме того, Владимир Путин хочет изменить ситуацию, при которой Росгвардия, в штате которой порядка 340 тысяч человек, является по сути бесправным органом. Вот так решили, что по сути Росгвардия бесправна. Значит, ей нужно дать больше полномочий. И эти полномочия сейчас будут даваться Росгвардии. Но ведь другие службы, которые наказывали Виктора Золотова, которые подсовывали ему этот текст, озвученный для Навального, и эти службы, они опять-таки не забывают Виктора Золотова. И продолжается борьба между силовиками. Обыски в Смольном, дефектные самолеты для президента и расследование в Росгвардии. Об этом 13 декабря нам сообщило издание по СМИ. Росгвардия сообщила о внутреннем расследовании после скандала с закупками. В Росгвардии ведется внутреннее расследование по информации о коррупционных нарушениях при проведении крупных продовольственных закупок. Специалисты ведомства подключились к проверке, инициированной военной прокуратурой и контрразведкой. ФСБ пришла в транспортный комитет Санкт-Петербурга по поводу Суммы. И, конечно, служба, которая работает против Виктора Золотова, это служба ФСБ. Эта же служба стоит за плечами фонда Алексея Навального. То есть руками Навального ФСБ борется с олигархами, с теми, кто зарабатывает деньги, но не делится ни с кем. Вы же не думаете, что это ради действительно борьбы с коррупцией. Если бы все было так, мы бы были, наверное, счастливой стороной на нашей земле. Однако же это не так. Сотрудники Федеральной службы безопасности 12 декабря проводили оперативные мероприятия в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры и Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга. Итак, ФСБ всерьез взялись за Росгвардию. Надо сказать, силы здесь почти равны. Сегодня Росгвардия еще недостаточно сильна. Так, чтобы погасить ФСБ одним только рыком своим. И поэтому Кремль решил наделить полномочиями, большими полномочиями Росгвардию. Якобы она, видите, страдает от недостатка полномочий. Для чего нужны полномочия? Да для того, чтобы подавить ФСБ своим весом, репутацией, рыком, силовым влиянием. Только для этого дадут сегодня Росгвардии большие полномочия. Росгвардия – это личная гвардия Кремля, которая пойдет, ну, пойдет против народа, пойдет против другой силовой структуры, защищая Кремль. Поэтому Кремль никогда не выгонит Виктора Золотова. На ближайшее время это будет так. Виктор Золотов – самый преданный человек. А потом, вы знаете, очень хорошо, когда держишь такого самого преданного человека еще и за одно место. И вот за это самое место держат в Кремле Виктора Золотова. Это, знаете, когда много-много есть ошибок и ошибки, которые, в общем-то, слишком сильно наказуемы. В результате борьбы двух структур – ФСБ и Росгвардии – мы наблюдаем, с одной стороны, избитого Золотова, мы наблюдаем сильно избитого Золотова. Это как раз сочная отбивная, о которой мечтал Виктор Золотов. Он ее получил. А вот от кого он получил – не от ФСБ. Нет. ФСБ не пойдет. У них не так много силы, чтобы прийти в Кремль и в кабинете избить Виктора Золотова. Нет. А есть сила у других. У тех, кто сегодня держат при власти Виктора Золотова. Те, кто управляет Виктором Золотовым. Вот у них есть такая большая власть. И они-то и побили. Поверьте, у них гораздо больше силы, чем у всего ФСБ вместе взятого. Они и предложили получить сатисфакцию в виде снятого скальпеля Виктору Золотову. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Какие прекрасные новости. Я вам рассказываю, кто же вам такое расскажет. Помогайте каналу, чтобы следующий мой ролик был еще более насыщен материалами.